Он даже написал об этом, что мысли такие вообще. Мы в эфире. Итак, всем здравствуйте, кто с нами и кто смотрит нас в записи, вернее, в прямой трансляции, и кто будет потом смотреть нас в записи. Вы смотрите уже сегодня шестой вебинар курса Online Tools of New Media, который проходит в рамках проекта Института развития креативных технологий Mass Media. Ukraine Social Community. Голос громады будет почутый. Меня зовут Юрий Антощук, и я являюсь тренером всех этих вебинаров. Сегодня у нас очень-очень интересная тема. Ну, так как мы все связаны с интернетом, и, как говорится, без YouTube теперь вообще очень тяжело представить нашу жизнь. И все наши прямые трансляции точно так же транслируются на YouTube. Поэтому сегодняшняя наша тема – это работа и настройка с личным каналом на YouTube. Тема очень обширная, как и все предыдущие наши темы, и очень тяжело будет вместить всю ту информацию, которую бы хотел дать в час двадцать, но я постарался как-то все это оптимизировать, и мы такими размеренными шагами пойдем по нашей информации. Поэтому, ну, возможно, у кого-то есть вопросы по прошлому вебинару. Если вопросы есть, я могу на них ответить. Если нет, то мы пойдем приступим к нашему вебинару сегодняшнему. Ну, я понял. Вопросов нет. Хорошо. День шагования YouTube. Если вопросов нет, тогда переходим к нашей сегодняшней теме. Итак, презентацию видно, да? Да. Отлично. Значит, как я и говорил, сегодняшняя тема – это настройка и работа с личным каналом на YouTube. Ну, мне кажется, что сейчас уже, наверное, сложнее все, сложнее найти тех людей, кто не знает, что такое YouTube. Ну, тем не менее, конечно, люди, которые постарше, те не знают, что такое YouTube, но нам, молодым, активным деятелям... Вы на что там намекаете? Абсолютно ни на что не намекаю. Я говорю о том, что все мы молодые, все мы активные пользователи интернета, и YouTube является одним из наших главных ресурсов. И выкинуть или, допустим, не рассматривать тему YouTube в нашем онлайн-курсе, я считаю, это было бы каким-то преступлением. Вот. Итак, ну, YouTube, понятное дело, это сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Ну, и благодаря простоте и удобству использования YouTube, стал самым популярным видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей, по статистике Alexa. Ну, то есть, вот, вы можете посмотреть, это скриншот статистики, что самым посещаемым сайтом в мире является Google, на втором месте – Facebook, и на третьем месте – это YouTube. Сама компания YouTube была основана в феврале... Я вот немного пробегусь быстро по истории, и пойдем дальше. Значит, сама вот компания YouTube была основана в феврале 2005 года тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, в Калифорнии. Они использовали технологию Flash Video, позволяющую, ну, получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. То есть, на то время интернет не так был популярен, как сейчас, и в то же время, благодаря вот этой технологии Flash Video, YouTube стала потихоньку развиваться. Вот, и как бы проект стал хорошим средством развлечения, и сформировал, как бы, свое сообщество. И даже посещаемость на тот момент YouTube стала превышать такую популярную на то время социальную сеть, которая, собственно, и сейчас есть, как MySpace. Ну, а в ноябре 2006 года YouTube был куплен компанией Google за 4,65 миллиардов долларов. До покупки YouTube у Google был сервис схожей направленности, который называется Google Video. Ну, по сути, он и... И сейчас есть этот сервис Google Video, вы можете производить поиск по видео. Вот, но YouTube был настолько успешен, что решили купить... Google решил купить его. То есть, практически, да, вот в феврале 2005 года создали эту систему, а уже в 2006, в ноябре 2006 года решили ее купить. То есть, вы можете представить, насколько был успешен проект этот. Интересный факт. Интересный факт. Самое первое видео, самое первое видео, которое было загружено на YouTube, это 20-секундный ролик любительской съемки Джаведа Карима в зоопарке Сан-Диего. Вот, на YouTube был... И этот первый ролик был размещен 23 апреля 2005 года. Те, кто смотрит нас онлайн, те могут посмотреть эту прямую... Запись этого видео... Есть ссылка под описанием, вернее, под прямой трансляцией этого видео. А вот те, кто у нас сейчас со мной участвует, я вот здесь скидываю ссылочку. И я предлагаю вам 20 секунд отвлечься и посмотреть вот самое первое видео. Ссылочка во внутреннем чате я скинул. Просто ради интереса. То есть, вы сейчас посмотрите самое первое загруженное видео на YouTube. Оно 20 секунд. Человек просто рассказывает про то, что сзади находятся слоны, и у них очень-очень длинные носы. Это не Ярослав Смит, нет? Нет, нет, я с вами... У нас тоже есть человек из Пларка. Это очень похоже. Да, вот такое, ну, интересное видео. Самое первое видео. Вот, представляете? И в то же время, конечно, оно не набрало такой популярности. Ну, то есть, вы можете посмотреть, там есть статистика просмотров, да, всего лишь 11, ну, почти, почти 12 миллионов просмотров. Но это же несравнимо с роликом PSY, да, Gundam Style, который набрал там полтора уже, по-моему, миллиарда. Вот. Продолжает набирать еще, да. И продолжает набирать, да. Так, хорошо. Переходим дальше к нашей презентации. Сейчас я выведу ее на экран. И пойдем дальше. Значит, немного статистики. Немного статистики перед тем, как мы начнем непосредственно колупаться во всех настройках и во всех возможностях YouTube. Значит, каждый месяц YouTube посещает более миллиарда уникальных пользователей. Каждый месяц. Пользователи YouTube каждый месяц просматривают более 6 миллиардов часов видео. То есть, на каждого жителя Земли приходится почти час видео. И это в полтора раза больше, чем было в прошлом году. Каждую минуту, каждую минуту на YouTube добавляется 100 часов видео. Представьте себе объема, да. 70% трафика YouTube обеспечивают пользователи за пределами США. Интересно, конечно, знать, какой вклад в это делает медиаканал Ukraine Social Community. Возможно, как-нибудь мы это можем потом просчитать. YouTube доступен большему количеству жителей США в возрасте 18-34 лет, чем любая кабельная сеть. Представляете, что YouTube популярнее, чем кабельные сети и более доступны для людей. Каждый день пользователи подписываются на несколько миллионов каналов. Каждый день. На мобильные устройства приходится более 20% общего времени просмотра YouTube, что составляет более миллиарда просмотров в день. И с каждым днем, на самом деле, этот показатель растет, потому что все популярнее становится мобильные устройства, и все больше люди просматривают видео и занимаются серфингом в интернете, используя планшеты и мобильные какие-то устройства. Ну и общая продолжительность видео, ежедневно сканируемых системой идентификации контента, составляет более 250 лет. У YouTube есть определенные, не знаю, как сказать правильно, роботы, не роботы, но YouTube сканирует полностью все видео, которое загружается к ним на сервера во избежание нарушения авторских прав. И вот представьте, что каждый день идет сканирование видеоконтента продолжительностью в 250 лет. Насколько мощные сервера стоят у YouTube. Ну, это делается для того, чтобы, если YouTube определяет контент, который принадлежит другим авторам, то они либо могут удалить это видео, либо определенные другие действия сделать. Это можно об этом более подробно чуть позже поговорить. Сейчас мы с вами поговорим о подписчиках. Значит, первым делом поговорим о подписчиках. О подписчиках почему? Потому что это важно и на самом деле необходимо стремиться к тому, чтобы количество ваших подписчиков росло. Почему? Вот поговорим, собственно, сейчас по тому. По сути, подписчики, да, это ваши фаны, которые следят за активностью вашего канала. И набор подписчиков – это самый лучший и самый быстрый способ увеличить время просмотров. Время просмотров, то есть watch time, так называется, и количество просмотров, views. Это разные совершенно понятия, которых мы с вами поговорим на следующем слайде. Вы разберетесь, в чем разница между watch time и views. И что на самом деле надо, к чему надо стремиться, что надо увеличивать – watch time или views. Подписчики тратят больше времени на просмотр ваших видео, чем случайные посетители или же те, кто смотрят встроенно на сайт ваши видео. Это исследования, это показатели определенного исследования, которое проводила Google, ну и некоторые другие эксперты. И задачей каждого автора, на самом деле, является настроить YouTube канал таким образом, чтобы людям легко можно было подписаться, и задачей авторов является поддерживать канал, чтобы люди возвращались на него. Я думаю, это, собственно, и так понятно. Давайте вот посмотрим на график. Значит, подписчики дают намного большее количество просмотров нового загруженного видео, чем не подписчики. Вот вы видите – subscribers и non-subscribers. И это критический момент для видео, ну, как бы для вашего видео, для увеличения его watch time. Первый, вот в начале, вы видите, идет такой скачок. Это, так, сейчас я вам покажу, чтобы было удобнее. То есть, это шкала просмотра, а это шкала дней после загрузки нового видео. То есть, вот здесь вы загрузили, ну, грубо говоря, видео, и вы видите, какой большой скачок предоставляет количество просмотров именно вашим подписчикам. То есть, очень важно делать упор именно на подписчиков. Так, ну и как же, да, собственно, увеличить количество подписчиков? Это самый главный вопрос, который стоит перед всеми авторами и владельцами YouTube каналов. Значит, YouTube, ну, совсем не так давно разработал и внедрил новый, так называемый, one-channel design, который кроссплатформенный и кросбраузерный, и который можно эффективно настроить. Что значит кроссплатформенный и кросбраузерный? То раньше дизайн YouTube каналов, ну, значит, кроссплатформенный. Если вы можете просматривать канал на мобильном устройстве, на планшете, на вашем ноутбуке или на вашем компьютере, или даже на смарт-ТВ, и дизайн автоматически подстраивается под все ваши устройства. То есть, он там либо растягивается, либо еще что-то делает. Но об этом мы даже чуть больше подробнее дальше поговорим. Значит, раньше те видео, которые считались наиболее просматриваемые, то есть, на которые больше всего кликали или открывали, продвигались YouTube и чаще выдавались в поиске. Сейчас же алгоритм был изменен. Вот этот момент очень важен для владельцев видеоканалов на YouTube, что раньше YouTube продвигал и чаще выдавал в поиске те видео, которые считались наиболее просматриваемые. То есть, если кто-то кликнул на видео, уже, да, там, видео открылось, уже как бы там плюсовался в счетчик. И считалось, что такое видео наиболее просматриваемое. И не имело особо тогда значения, там, 5 секунд человек просмотрел видео, или 2 минуты, или, там, час. Вот. А сейчас же алгоритм был изменен. И YouTube лучше выдает в поиске и рекомендует те видео, на которые зрители потратили больше времени. То есть, у которых больше общее время просмотра, именно watch time. Вот здесь я вам сейчас показываю статистику одного из прямых эфиров, которые мы проводили. И, как видите, вот, просмотры, да, это views и watch time. Это приблизительное время просмотра. То есть, как видите, просмотров 285, а длительность просмотра, там, один день с лишним приблизительно выходит. То есть, таким образом, watch time показывает, сколько времени зрители непосредственно смотрели ваше видео. А views показывает, сколько раз к вашему видео было непосредственно обращение. Но это не время просмотра. И вот YouTube ориентируется именно на watch time. Это важный показатель для всех владельцев YouTube каналов. И надо стремиться к тому, чтобы длительность просмотра ваших видео была как можно больше. Как можно больше. Соответственно, чем больше длительность просмотра вашего видео, соответственно, вы чаще можете попадать в рекомендуемые списки YouTube и в поиски. И в поиске. Значит, каким же образом люди находят видео? Ну, вот я хотел бы в данный момент сейчас спросить непосредственно у вас. Как вы считаете, какой из этих способов генерирует наибольшее количество watch time в день видео на YouTube? То есть, как вы считаете, какой из этих способов генерирует наибольшее количество подписчики, рекомендации, поиск, внешние ссылки, например, от вашего друга на Facebook или Twitter или веб-сайты со встроенным видео? Как вы считаете, какой канал из этих формирует наибольшее количество watch time? Мне кажется, поиск. Я думаю, подписчики и рекомендации. Подписчики и рекомендации. Хорошо. Сергей, ты с нами, нет? Ну, Сергей, не будем спрашивать, потому что он тоже участвовал в YouTube Академии. И, Михаил, если вы нас слышите, возможно, вы слышали вопрос? Нет, я не слышал. Не слышали. Здравствуйте. Сейчас я еще раз покажу презентацию. Значит, вопрос в следующем. Как вы считаете, какой из этих способов генерирует наибольшее количество watch time в день видео на YouTube? Watch time – это длительность просмотра видео. То есть, как вы считаете, подписчики, рекомендации, поиск, внешние ссылки, веб-сайты со встроенным видео? Какие из этих способов позволяют наибольше просматривать ваши видео по длительности? Конечно, я придерживаюсь больше рекомендаций, потому что… Рекомендации, да? Да. Потому что, ну, у меня много таких случаев было, когда мне там ребята показали классное видео, когда, ну, негр, например, там, пел на колонке, мне оно очень понравилось, я это раскидал все своим друзьям, ну, и началось, пошло, поехало там, заметил таким образом, сколько за день просмотров 30 тысяч было. Ну, это за день, ну, там, я на понакатанное пошло. Ясно, хорошо, спасибо. Ну, я хочу вам сказать, что согласно опросу нескольких тысяч самых активных авторов YouTube-каналов, у которых очень большое количество подписчиков, можно сказать, да, топ-авторов, что наибольший показатель WatchTime в день генерируют именно подписчики. То есть, то, что мы с вами смотрели, график я вам показывал, да, что подписчики формируют наибольшее количество просмотров, особенно в день загрузки вашего нового видео. И вот статистика показывает, что… 57% всего WatchTime формируют вам именно подписчики. Из них рекомендации, да, видите, 15% на втором месте, поиск 12%, внешние ссылки, там, например, другу, Facebook, Twitter и так далее, 12%, и встроенное видео всего лишь 4%. То есть, это еще раз доказывает то, что надо стремиться к тому, чтобы увеличить количество подписчиков на вашем YouTube-канале. На вашем YouTube-канале. Хорошо. Теперь давайте разберем с вами внешний вид YouTube-канала и посмотрим, каким образом различные компоненты могут помочь нам в привлечении внимания наших зрителей. Внимание наших зрителей. Значит, сейчас я вам показываю свой внешний вид канала, YouTube-канала, который оформлен. И пройдемся по элементам. Значит, первое – брендинг. Здесь указан… Здесь располагается значок вашего канала и заставка. Мы более подробно… Я сейчас пройдусь по всем пунктам, а потом мы перейдем на канал непосредственно, и я вам буду показывать, как что настраивать. Значит, первое – это брендинг, значок канала и заставка. Второе – что смотреть дальше? То есть, формируется этот показатель на основе последних действий ваших подписчиков. Зрители, которые не являются вашими подписчиками, увидят здесь ваш трейлер. Сейчас вы видите, и то, что я вам показываю на экране – это внешний вид YouTube-канала для подписчиков. Те, кто не является еще подписчиком на мой YouTube-канал, те увидят вместо рекомендаций трейлер. О трейлере и об этом чуть поговорим дальше. Значит, третий раздел – это каналы, которые вы рекомендуете своим зрителям. Этот раздел настраивается тоже вами. Далее, четвертый – это кнопки навигации по вашему каналу. Как правило, это домашняя страница, видео, куда вы загружаете, где отображается загруженное вами видео, общедоступное обсуждение, какие-то информации о вашем YouTube-канале и, собственно, поиск, благодаря которому пользователь может воспользоваться поиском по вашему YouTube-каналу. Далее, пятый раздел отображает для ваших подписчиков их последние действия. То есть, очень удобно. Подписчики могут зайти на ваш канал и увидеть, допустим, что они последний раз просматривали на вашем канале, а также увидят во втором разделе рекомендации, что рекомендуется им к просмотру. Шестой раздел – это рекомендованные каналы, которые автоматически показывают YouTube и которые прочитаны определенным алгоритмом. Здесь показываются каналы, которые тематически чем-то похожи на ваш канал. Вы можете отключить эту область, но стоит учитывать тот факт, что в этом случае ваш канал также не будет продвигаться и показываться в подобном списке на других каналах. То есть, этот список формируется автоматически YouTube и предлагается вам, или вашим подписчикам, или вашим зрителям, посетителям подобные какие-то каналы. Это один из способов продвижения каналов. То есть, ваш канал точно так же где-то у кого-то отображается. Если, как я говорю, отключить эту функцию, то ваш канал продвигаться не будет. Но и у вас не будут показываться популярные каналы. Это дело выбора каждого, но для продвижения собственного канала я советую включить эту функцию. Ну и если прокрутить чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже, то седьмое – это как бы секция, которая позволяет настроить ваш канал. Об этом мы тоже поговорим чуть-чуть дальше. Значит, новый дизайн YouTube, то как раз о чем я говорил, позволяет настроить ваш канал таким образом, чтобы он показывался по-разному для ваших подписчиков и для тех, кто еще не является таковым. Значит, для тех, кто еще не является вашим подписчиком, вы можете сделать трейлер, в котором коротко рассказываете о вас и вашем канале. Ну а также присутствует непосредственно кнопка «Подписаться на канал». И трейлер является на самом деле очень важным моментом. Если ваш канал и вы активно беретесь за продвижение вашего канала, то я советую сделать абсолютно всем трейлер, на котором вы бы рассказали, что и о чем, собственно, ваш канал, когда публикуются какие-то новые программы или видео на вашем канале, ну и, собственно, чтобы зритель имел представление вообще о чем ваш канал. Значит, сейчас я еще раз скину, еще раз скину здесь в чате. И те, кто нас смотрят онлайн, они под видео могут в описании посмотреть. Там есть такая ссылочка, называется «Промо-ролик. Приветствия». Это тот промо-ролик, который я создал для своего YouTube-канала. Я советую вам сейчас потратить две минуты, перейти, посмотреть его, и мы пойдем с вами дальше. Мы обсудим этот ролик вместе. Я расскажу на самом деле. Конечно, здесь есть некоторые, ну не некоторые, есть недочеты, и делался он очень быстро. Но две минуты на просмотр этого ролика в внутреннем чате или тех, кто смотрит нас под описанием видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 видео поэтому я надеюсь что люди смотрят возможно уже кто-то видео сейчас мы с вами и ссылки ссылки на промо-ролик тоже есть во время трансляции под самим видео ну еще буквально полминуты и мы с вами обсудим этот ролик ссылка есть на ю тубе прямо под прямой трансляции в описании так ну хорошо я думаю вы просмотрели значит коротко поговорим о именно трейлерах трейлер является ну как обязательным наверное да для каждого youtube канала который себя позиционирует как ну что-то больше чем просто личный какой-то видео хостинг до который стремится к тому чтобы привлечь как можно больше подписчиков и чтобы было интересно подписчикам в идеале трейлер должен быть длительностью но не больше минуты на самом деле очень тяжело создать трейлер в котором надо рассказать кто вы о чем этот о чем youtube канал какое видео там присутствует или кто допустим участвуют в каких-то прямых трансляциях и так далее и тому подобное хочется хочется все сразу но у меня к сожалению тоже не получилось минутный промо ролик он длительностью аж две минуты но и делался на самом деле очень быстро но как-нибудь руки дойдут я его переделаю в этом промо ролике как бы и в трейлере вам точно также желательно людям рассказать как часто будет или с какой периодичностью будут загружаться видео на ваш youtube канал допустим каждый в вторник там смотрите новое видео или выход новых эфиров или там каждый четверг ну и так далее и тому подобное чтобы человек который не является вашим подписчиком зашел на вас на ваш youtube канал посмотрел минутный ролик и очень важно что первые 15 секунд именно первые 15 секунд являются критичными если первые 15 секунд не зацепили человека то человек дальше уже смотреть не будет вот поэтому когда вы будете создавать трейлер промо ролик для вашего youtube канала учитывайте эти факты что ну желательно не больше минуты он был и чтобы первые 15 секунд могли как-то завлечь внимание ваших посетителей чтобы они досмотрели видео до конца и еще раз постарайтесь трейлеры сказать кто вы для чего этот youtube канал как часто обновляется youtube канал какое видео на него загружается какой тематике ну и и и в описании трейлера обязательно укажите каким образом с вами можно связаться и то что вы проговариваете в трейлере точно также в описании надо чтобы было что это за youtube канал как часто здесь чем он посвящен как часто здесь обновление ну и так далее и тому подобное это является очень важным фактом для привлечения для конвертации наверное пользователей ваших подписчиков скажем так и как я уже показывал в презентации что для подписчиков и для не подписчиков ваш youtube канал выглядит по-разному для тех кто является подписчиком вашего канала на первой странице сразу показывается ваш трейлер для тех кто уже является вашим подписчиком те видят вот таким вот образом то есть трейлера они уже не видят но видят рекомендации и недавние их не их недавние действия что они просмотрели или там другая какая-то информация также также сейчас я перейду на youtube канал и есть еще это основные как бы так сказать разделы сейчас я перейду непосредственно на мой канал и покажу еще один раздел который мы с вами так сказать обсудим сейчас минутку показать экран вот мы с вами просмотрели брендинг да то есть заставка логотип трейлер о кнопках мы с вами поговорили что это главная страница да обзор кстати ее можно настроить тоже каким образом она будет выглядеть вкладочка есть видео где показывается все общедоступные загруженные видео на ваш youtube канала причем обратите внимание что для вас как для владельца youtube канала когда вы переходите вкладку видео вы будете видеть все видео которые и общедоступные личные для вас ваши подписчики или же посетители будут видеть только видео которое общедоступно обсуждение в этом разделе в этом разделе ваши посетители подписчики могут задавать какие то вопросы вы можете на них отвечать ну и информация в информации опять же советую написать что это у вас за youtube канал какие видео здесь загружаются желательно конечно указать как часто или по каким дням например загружается видео какой тематике все эти разделы настраиваются и мы с вами поговорим каким образом это настраивается чуть дальше об этих разделах мы тоже поговорили и вот остается у нас на главное важные разделы которые находятся с левой стороны значит первая кнопка это кнопка позволяет вам перейти непосредственно на ваш на ваш канал дальше просмотреть позже значит этот в этом разделе отображается все видео которые вы добавляли к себе чтобы просмотреть позже каким образом это делается ну например когда вы открываете какое-то видео и вам очень интересно это видео так сейчас вам это видео интересно но у вас к сожалению сейчас нет времени на то чтобы его просмотреть у вас нет времени на то чтобы его просмотреть тогда вы можете сделать следующее есть вот такая кнопочка посмотреть позже такие часики вы нажимаете на эти часики и это видео попадает в раздел ваш раздел посмотреть позже и когда у вас появится свободное время вы можете просто перейти в этот раздел и просмотреть все добавленные вами видео далее история просмотров в этом разделе в этом разделе показываются видео история которые история просмотров вот видите у меня показывают пять тысяч сто тридцать девять видео которое я когда-то уже просматривал в хронологическом порядке историю можно удалить можно какие-то часть удалять но это очень удобно если вы допустим какое-то видео когда-то просматривали и потом не сохранили его например посмотреть позже или еще куда-то вы можете в истории просмотреть то видео которое вам понравилось дальше плейлисты раздел раздел плейлисты здесь отображаются все созданные вами плейлисты все созданные вами плейлисты рекомендации раздел рекомендации значит здесь youtube показывает рекомендованные вам видео опять же согласно определенному алгоритму он анализирует какие видео вы просматривали что вам может быть интересно также здесь рекомендуют видео тех людей на которые вы на которых вы подписывали подписаны мои подписки раздел мои подписки здесь отображают видео ваших подписчиков на кого вы подписались перечень видео дальше раздел социальные сети социальные сети здесь показывается видео которыми поделились пользователи в google плюс то есть можно вот просмотреть кто из тех людей кто находится у вас в кругу кто чем поделился то есть это как бы связь с google плюс ну и ниже 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 мы смотрим subscribe вот видите такой перечень у меня длинный у вас может быть поменьше или вообще не может здесь не быть каналов это те каналы на которые непосредственно вы подписаны то есть вы можете отфильтровать быстрый поиск либо еще просто прокрутить и спокойно переходить на каналы ваших вернее на каналы на которые вы подписались то есть если вы оформили подписку то соответственно этот канал появится у вас вот в этом списке и вы можете спокойно на них как бы переходить да и смотреть ну и так далее и последние две кнопочки которые находятся в этом так сказать в этой левой боковой панели это каталог каналов каталог каналов ну здесь тоже как бы youtube вам ну не то чтобы рекомендуют он отображает популярные лучше на ютубе какие-то другие там интересные каналы самые популярные каналы разных-разных направлений причем эти направления разбито то есть здесь отдельные каналы категории мультфильмы автомобили общественная деятельность ну по разным абсолютно направлениям то есть кулинария и здоровье и здесь вот все 15-15 каналов в этом разделе предлагает вам youtube лучшая коллекция youtube вот здесь 90 каналов ну и так далее соответственно почти у всех это это самые популярные каналы так сказать разбитые по разделам как видите практически у всех больше чем тысячи подписчиков некоторых сотни тысяч подписчиков ну и так далее вы можете потом для себя если вас какая-то тема интересует автомобили например или там кулинарии или музыка можете просмотреть все эти каналы и подписаться не те которые вам интересны русскоязычные каналы конечно же здесь тоже есть и последняя кнопка этапа управление подписчиками управление подписчики здесь отображается опять же все ваши подписчики подписки на каналы на которые вы оформили подписку Оформили подписку и вы можете настроить, во-первых, вы можете производить определенные действия с вашими подписками, то есть показывать в фиде только новые видео, можно настроить сообщения, чтобы как только на YouTube загрузилось новое видео, вам приходило уведомление на ваш email, либо вы можете отменить подписку, то есть отписаться и больше не получать никаких уведомлений, или вообще, чтобы у вас не было в списке этого канала. Этого канала. Можете создавать коллекцию подписок, то есть как-то их более систематизировать для удобства поиска, если у вас очень много подписок и разной направленности, вы можете их как бы добавлять в коллекции. Ну, это для удобства навигации по ним. Так, хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что только что я рассказал? Если вопросов нет, то тогда мы будем двигаться потихоньку дальше. Пока все понятно, все отлично. Пока мне все понятно. Ну, я советую потом на досуге самим, ну, в любом случае, если вы заинтересованы в продвижении своего канала, я советую вам пройтись по всем этим разделам. По всем этим разделам. Итак, хорошо. Идем дальше. И поговорим с вами, поговорим с вами, пожалуй, поговорим с вами еще немного об оформлении. На самом деле, оформление канала, оформление вашего канала является тоже очень важным шагом к формированию вашей аудитории. И вам надо определиться, что именно вы будете выкладывать на своем канале. То есть, какова его тематика. И, исходя из этого, вам надо подобрать ваш значок, то есть логотип и заставка. Если вы продвигаете себя как бренд, например, вы можете здесь подобрать какую-то фотографию свою. Если вы продвигаете магазин свой или какой-то клуб, либо еще что-то, конечно, здесь лучше всего загрузить логотип вашего клуба, магазина и так далее. Точно так же обстоят дела с вашей заставкой. Вы можете, конечно, загрузить здесь стандартные цветочки или еще что-то. Но если вы серьезно нацелены на то, чтобы продвигать свой канал, вам надо определиться, сделать имидж определенный, понятное дело. И все должно быть в одном оформлении, в одном стиле. Оформление в одном стиле. И, соответственно, и здесь вам надо постараться сделать заставку, чтобы привлекало внимание людей. Потому что, по сути, сейчас я вернусь к нашей презентации, и мы поговорим непосредственно о заставках. Ваш YouTube канал – это тот же магазин. И если человек заходит на ваш канал, если человек заходит в магазин, да, и магазин, допустим, по продаже обуви, а там в оформлении этого магазина какие-то непонятные собачки, песики, цветочки и так далее, но это не очень стильно. Поэтому к оформлению надо подойти очень внимательно и ответственно. Точно так же, как к созданию трейлера. То есть вам первым делом, прежде чем создавать ваш YouTube канал, надо определиться, для чего он, что вы будете там публиковать, как вы его позиционируете, что вы продвигаете, продвигаете себя, продвигаете бренд какой-то или еще что-то, и, исходя из этого, создавать уже, соответственно, трейлер и ваш логотип и заставку. Значит, чтобы канал хорошо смотрелся на всех устройствах, рекомендуется загрузить одно изображение в формате 2560 на 1440 пикселей, которое затем будет оптимизировано. Как я уже говорил, новый дизайн, one-channel дизайн YouTube, вашего канала, позволяет отображать ваш канал без искажения практически на всех экранах. девайсах, будь то мобильное устройство или планшет, или это ноутбук, или компьютер, или это Smart TV с большой диагональю. Поэтому, как видите, из того, что я сейчас показываю, самый размер большой 2560 на 1440 пикселей как раз предназначен для показа на телевидении, на телевизорах, и чуть меньшие размеры. Чуть меньшие размеры. Значит, соотношение сторон для телевизора, почему именно 2560 на 1440, соотношение сторон составляет 16 к 9. На мобильных устройствах будет отображаться так называемая безопасная зона, которая составляет размер 1546 на 423 пикселя. И она масштабируется с учетом ширины и высоты экрана устройства, ну а на планшетных ПК отображается чуть более широкая область. Для удобства. И если вы не владеете навыками работы в графических редакторах, вы можете воспользоваться специальными программами по созданию заставок и логотипов. Вот здесь есть, сейчас отображается ссылка, также она доступна во внутреннем чате и под видео прямой трансляции. Это, кстати, очень хороший ресурс, очень хороший ресурс, которым я тоже иногда пользуюсь, если надо быстро что-то создать. И он позволяет создавать как бы ваши бэкграунды, да, и аватары почти для всех популярных социальных сетей. Не только для Ютуба, но и для Твиттера, Google+, для Фейсбука и для очень многих-многих. Возьмите себе на заметку. Возьмите себе на заметку и поюзайте этот инструмент. Значит, обратите внимание, что если вы изменяете ваш логотип в Ютубе, то, соответственно, будет изменяться и ваш аватара в Google+, и наоборот. Значит, таким образом можно изменить... Опять же, вам надо определиться, что вы продвигаете. Вы продвигаете себя или вы продвигаете бренд? Вы можете связать свою Google+, страницу для вашего магазина или еще чего-то с вашим Ютуб-каналом. Или же вы можете присоединить ваш Ютуб-канал непосредственно к вашей личной Google+, странице. С этим надо определяться заранее. К сожалению, я, когда создавал свой Ютуб-канал, такой информации не обладал, поэтому я создавал довольно давно его, и у меня много, так сказать, боков. Я советую вам сейчас подходить ответственно к созданию Ютуб-канала, если, конечно, вам непосредственно это интересно. Ну, а теперь давайте пройдемся опять по всем возможным настройкам. Итак, каким образом можно поменять ваш логотип? Вы заходите... Давайте даже начнем не с этого. Каким образом попасть на Ютуб-канал? Если вы не создавали Ютуб-канал, вы можете попасть в... зайти в вашу Google-почту, и вот здесь в панели есть быстрая ссылка Ютуб. Нажимаете Ютуб. Если у вас нет своего канала, вам предложат зарегистрироваться и создать Ютуб-канал. Если у вас есть уже Ютуб-канал, вы попадаете непосредственно на ваш Ютуб-канал. Ну и дальше начинаем изменять ваш Ютуб-канал. Все интуитивно на самом деле здесь понятно. Вы можете загрузить и изменить ваш аватар или логотип, как видите, наведя свою мышку на логотип. Появляется вот такой вот значок. Загружаете, соответственно, выбираете здесь значок. Ну, значок рекомендуется 200-250 на 250 где-то пикселей размером. Точно так же вы загружаете здесь, нажимаете «Изменить оформление канала». Вам появляется окошко, чтобы загрузить видео, загрузить картинку, бэкграунд. Вот видите, здесь написано «Рекомендуемый». Размер изображения 2,560 на 1440. Максимальный размер файла 2 мегабайта. И опять же, если вы создаете бэкграунд, берите во внимание все то, о чем я говорил, масштабируемость. Если вы хотите, чтобы у вас здесь тоже был какой-то текст или картинка непосредственно в центре внимания, и картинка на всех мобильных устройствах ваших пользователей, подписчиков, вам стоит немного помучиться, можно так сказать, поработать непосредственно над созданием вашего бэкграунда. Так, как добавить видео? Понятное дело, вот ссылка сверху «Добавить видео». Я думаю, на этом останавливаться не надо, потому что там сразу вы можете добавить видео. Попадаете в раздел и можете файл либо перетащить сюда, либо нажать на эту кнопочку и загрузить сюда ваше видео. Автоматические параметры доступа. В автомате стоит для всех ваших загружаемых видео, что оно доступно для всех. Вы непосредственно можете изменить эти параметры доступа, чтобы оно было доступно только для тех, у кого есть ссылка, либо лично для вас. А также эти настройки можно изменить во время самой загрузки видео. На этом останавливаться мы не будем. Пойдем дальше и рассмотрим менеджер видео. Менеджер видео. То есть вы нажимаете вот выпадающий список и выбираете, как видите, панель управления. Здесь есть два выбора. Панель управления, менеджер видео и YouTube аналитика. Значит, ну хорошо, давайте панель управления. Но если честно, я практически ею не пользуюсь. Но возможно для кого-то это будет удобным. Здесь вы можете настраивать разные разделы и предоставляется общая информация по вашему YouTube каналу. То есть здесь вы видите, сколько подписчиков у вас, сколько просмотра ваших видео. Можете добавлять какие-то разделы. Допустим, можете добавить разделы видео. Здесь вам показывается ваше последнее видео. Вы можете перемещать эти все разделы. Ну это как... Ну и так далее. Настраивать, показывать количество элементов. Ну это как, я не знаю, ваша может быть стартовая страница или еще что-то. Вот, вы то есть зашли сюда, глянули, так, ага, там подписчиков столько-то, там, средняя продолжительность, там, просмотров столько-то. Все это настраивается и можете себе настроить тоже. Последний комментарий можете просмотреть. Вот, это если не тратить время. Дальше у нас разделы, это менеджер видео. Менеджер видео. Значит, здесь идут все видео, которые вы загружали в свой YouTube канал. Причем вы видите, да, как бы пиктограммка, название, размер этого видео, показывается дата, когда видео загружалось. Здесь показывается, какое видео это общедоступное, или оно личное, или только для тех, у кого есть ссылка. Ну и коротко статистика просмотров по каждому видео. Значит, хочется отметить тот факт, что... Личные видео доступны для просмотра только вам, ну и максимум 50 другим людям, которые вы отправите ссылку на них. Сейчас я вам это продемонстрирую, что это имеется в виду. Ну и помимо того, каждое видео вы можете изменить. У вас есть кнопочка изменить, либо вы можете улучшить видео, загрузить какой-то звук или улучшить звук, добавить аннотации, титры. Либо скачать это видео, загруженное видео на ваш YouTube канал в формате MP4. Итак, мы сейчас нажмем изменить и попробуем пройдемся быстро по всем разделам в этом видео. Значит, с правой стороны от видео показываются вот значки, которые будут отображаться. Значки этого видео. В автомате YouTube выбирает три значка, как бы как скриншот из вашего видео и предлагает показывать... Ну, этот пример не очень хороший. Сейчас я вам покажу на другом примере. На примеры пятого вебинара. Ну, вот можете видеть, да, автоматически YouTube в разное время сделал как бы скриншот вашего видео и предлагает сделать значок по умолчанию. То есть, если вы нажимаете сделать значок по умолчанию, то вот в таком виде будет отображаться для ваших подписчиков или посетителей. Либо вы можете загрузить свой значок. Вы можете сделать... Понятное дело, как я уже говорил, оформление вашего канала является очень важной составляющей. И если на вашем канале будут разные там лица в виде значков и все остальное, видео из видео, в принципе, ничего страшного. Но, конечно, лучше всего было бы, если бы у вас были пиктограммки отдельно загружены под каждое ваше видео. То есть, я вот вам сейчас покажу, как это сделал я. То есть, видите, да, онлайн обучение. Ну, во-первых, у меня по секциям разбиты разные вещи. Например, отдельно у меня есть плейлист онлайн обучения. И в одном стиле сделаны пиктограммки под каждое видео. Я отдельно загрузил. То есть, тут можно даже просмотреть вебинар 1, вебинар 2 и коротко название. То есть, это уже намного привлекательнее смотрится, чем когда просто были, допустим, вот у меня здесь есть видео просто из, ну, как бы скриншоты, так сказать. Вот видите, да, я сделал пиктограммку отдельно для каждого видео. То есть, если у меня серия видео, посвященная работе с онлайн-картами, я использую практически одинаковый фон и в одинаковом стиле эти пиктограммки. Если у меня программа «Креативные города Украины», то здесь тоже у всех в одном стиле сделаны. Если это инструкции прямых эфиров, то все сделано в одном виде. Поэтому я советую вам точно так же делать, загружать, готовить видео и готовить картинки и загружать ваше видео. Делается это в изменении в настройках вашего видео. И вот здесь появляется кнопочка «Персонализированный значок». Нажав на него, появляется окошко и вы загружаете ваше видео, вашу подготовленную пиктограммку. Опять же, максимальный размер файла 2 МБ и рекомендуемый размер, вот вы, если наведете на подсказку, рекомендуемый размер 1280 на 720 в формате JPEG, GIF, PNG или PEM. Ну, в этом формате, в общем. Дальше, ниже под видео вы вписываете название вашего видео, описание вашего видео, прописываете теги. Теги являются тоже очень важным составляющим каждого видео, чтобы... это как ключевые слова. Если вы хотите, чтобы ваше видео находилось в поиске по определенным ключевым словам, то вам надо вписывать здесь ключевые слова. Возможно, это несколько слов, возможно, это одно слово, но максимум, чтобы было 30 символов. То есть, если у вас видео про то, как создать... построить будку для собаки, вы можете здесь вписывать теги. Как сделать будку, да, будка для овчарки, будка для собаки. И вот перечисляйте все эти возможные теги. Чем больше тегов вы пропишете и более четче, как бы, да, вы должны поставить себя на место того, кто ищет в интернете. Каким бы образом вы в поиске вбивали, искали бы видео. Если вы... вам надо построить будку, как вы будете вбивать в поиск, допустим. Как построить будку, допустим, да, или еще как-то. Вам надо анализировать, и это очень важные моменты, чтобы ваше видео выдавалось в поиске. И, как я говорил раньше, если ваше видео популярно, то все чаще оно будет показываться в рекомендуемых списках YouTube и выдаваться непосредственно в самом поиске. Дальше. Настройки конфиденциальности. То, о чем я говорил. Значит, вы можете сделать видео общедоступным. То есть, для всех доступны тем, у кого есть ссылка и личная. Скажу еще раз, что личное видео доступно для просмотра только вам и максимум еще 50 другим людям, которые вы отправите ссылку на них. То есть, такое видео не будет отображаться на вашем канале. И, как бы, в результате поиска и в плейлистах ваше видео будет невидимо, не отображаться. Если для видео выбран статус личное, то появляется вот такое окошко, здесь добавить имена, круги или адреса электронной почты. Вы здесь можете добавить определенные круги с вашего Google+, или вписать здесь через запятую электронной почты, кому вы предоставляете это видео. Обратите внимание, что это видео будет доступно только тем, кого вы здесь укажете. В отличие от доступно тем, у кого есть ссылка. Если вы выберете доступно тем, у кого есть ссылка, то, опять же, ваше видео не будет показываться вообще доступным, отображаться в общем доступе, так сказать. Но, если вы отправили ссылку на ваше видео вашим друзьям, а ваши друзья отправили ссылку своим друзьям и так далее, и тому подобное, оно будет доступно всем, у кого есть ссылка на это видео. Поэтому, если вы хотите сделать действительно личное видео и только в кругу определенных людей, то стоит выбрать личное и здесь через запятую указать круги или эмейлы. Круги или эмейлы. Ну и для всех, понятное дело, что видео будут доступны для всех. И в поиске, и в рекомендуемых будут появляться и на вашем канале. Категория. Выбирайте категорию вашего видео, чтобы оно появилось в соответствующей категории. Это как раз те категории, о которых я вам показывал раньше, вы можете просмотреть. Если ваш канал будет очень популярным, у вас будет много подписчиков, то, возможно, вы попадете в список рекомендуемых именно в YouTube. Есть также вкладочка «Расширенные настройки». Расширенные настройки, где можно указать расширенные настройки. Относительно, значит, что именно. Комментарии. Вы можете либо сделать комментарии, чтобы ваше видео комментировали, либо чтобы каждый комментарий одобрился вами, то есть комментарий не появится к вашему видео до тех пор, пока меня вы не одобрите. Это один из вариантов, не знаю, безопасить свое видео, возможно, от каких-то негативных комментариев и так далее. Также здесь указываются лицензии права собственности, стандартная лицензия YouTube или лицензия Creative Commons с указанием авторства. Что касается авторства, это отдельная тема, и здесь разбирать ее не буду, просто будут доступны ссылки в нашем рабочем классе, где вы можете более подробно ознакомиться как раз с лицензиями YouTube, а не только с лицензиями, но и с правилами пользования, соглашением, ну и так далее, и тому подобное. И стоит отнестись к этому очень внимательно и серьезно, потому что если вы загрузите на самом деле то, что нежелательно загружать на YouTube канал, как минимум ваше видео будет удалено, то как максимум вас могут заблокировать или удалить вообще ваш аккаунт. Поэтому я советую вам ознакомиться с... Вот есть такие принципы сообщества YouTube, так называемые, условия использования есть, условия и советы по авторскому праву. Все эти ссылки будут доступны нам, вам в нашем учебном классе на тренинговом ресурсе Ukraine E-Dumedia Group. Также вы можете указать местоположение видео, местоположение, где это видео было снято, дата, когда это видео было снято, ну и если у вас видео загружено в 3D формате, вы можете здесь очень также отметить эти показатели. И кроме того, вы можете сделать общедоступным статистику, то есть количество просмотров вашего видео, вы можете сделать, чтобы оно было доступно для всех, либо чтобы оно было доступно только для вас. Однако стоит отметить тот факт, что если вы делаете прямую трансляцию, то прямую трансляцию потом остается в записи вашей прямой трансляции. К сожалению, общедоступной статистике все равно там не будет, несмотря на то, что будет стоять галочка, сделать общедоступную статистику. То есть статистику по просмотру количества, просмотру ваших прямых трансляций, ну Google Hangouts, будет доступна только вам. Кроме того, в редактировании видео вы можете улучшить видео. Улучшить видео, если у вас какого-то, ну не очень хорошего качества видео, то Google предоставляет вам возможность автоматически как бы автокоррекцию сделать, либо применить какие-то определенные эффекты, стабилизировать видео, если у вас, допустим, дрожит рука во время съемки. Ну бывает такое, если вы снимаете видео без штатива, понятное дело, будут небольшие, такие может, дрожания, видео или еще чего-то, вы можете это стабилизировать, автоматически YouTube это сделает. Также вы можете к видео добавить какое-то рекомендуемое YouTube композиции, рекомендуемые YouTube композиции, то есть автоматически добавятся. Можете добавить к вашему видео аннотации. Что такое аннотации? Значит, что такое аннотации? Возможно, вы видели, когда идет видео, и вдруг появляется какая-то всплывающая подсказка или какой-то текст, или еще что-то, и клацая на этот текст, вы можете попасть на другое видео, или подписаться, или там переход на другой какой-то внешний сайт, и так далее, и тому подобное. Все это делается посредством аннотации. Вы можете, то есть, видите, добавить аннотацию выноска, можете примечание, название, ну, допустим, какую-то выноску, и, например, здесь в моем видео это ноутбук, и здесь я покажу это, к примеру, это ноутбук. Настраивается аннотация, как это будет выглядеть, цвет текста, фона, размер текста, все это настраивается, а также настраивается с какого момента и по какой, то есть начало и конец, когда аннотация автоматически появится, и когда аннотация автоматически уберется. Также можно сделать ее в качестве ссылки. Ссылка на видео, плейлист, канал, профиль Google+, ну, и другие ссылки. Все это настраивается здесь, и я советую вам поэкспериментировать, и к видео, которое у вас уже загружено на YouTube-канале, подобавлять, попробовать эти аннотации. Также вы можете добавлять титры к вашему видео. Если вы хотите, чтобы ваше видео смотрели в других, допустим, странах, и если ваше видео как раз предназначено для этого, хотите сделать как можно шире аудиторию, вы можете добавить здесь титры. Тему титров я брать не буду. Я, кажется, у меня есть видео, я в учебном классе его добавлю, каким образом можно добавлять сюда титры, там, на русском, английском, с помощью сторонних программ. Ну, вопросов у вас такого раздела нет, поэтому рассматривать мы его тоже не будем. Итак, еще раз вернемся к менеджеру видео. Вот таким экспресс-скачками я прошелся непосредственно по тому, какие можно сделать изменения с видео. Будем с вами идти дальше. Вот по левому, так сказать, списку. Менеджер. Сейчас мы с вами находимся в менеджере видео. Да, хорошо, еще скажу такой момент, что вы можете отображать ваше видео в виде, ну, как бы списка обычного, либо в виде мозаики. Это кому как более удобно. Мне, допустим, удобнее просто в виде списка, где видно количество просмотров, какая-то уже статистика, сколько комментариев, что понравилось, что не понравилось. И настроить, чтобы показывалось либо лидеры просмотров, либо самые новые, либо личные. Ну, такой фильтр, так сказать. Также с каждым видео. С каждым видео можно делать такие действия. Вам для этого надо, допустим, отметить несколько видео, или одно видео. Вы можете их либо удалить, параметры доступа настроить сразу для всех видео, лицензию сделать, либо вы можете добавить эти видео в плейлисты. Опять же, советуется, если у вас разные плейлисты, разные тематики видео, то создавать для них отдельные плейлисты. То есть, видите, у меня отдельно плейлист онлайн обучения, отдельно плейлист с Херсончина онлайн, работа с онлайн-картами и так далее и тому подобное. Это то, о чем я вам говорил. И отображаться это будет, можно настроить их отображение ваших плейлистов на вашей главной странице YouTube канала. Еще раз хочу сказать о наполнении видео вашего YouTube канала. Очень важно понимать, что именно для чего ваш YouTube канал. Если у вас YouTube канал, например, для экстремальных видов спорта, или человек, когда заходит на ваш YouTube канал и видит видео экстремальных видов спорта, то они и ожидают от вас, что вы будете загружать и будет обновляться ваш YouTube канал именно видео о экстремальных видах спорта. Я думаю, будут люди очень разочарованы, если ваш YouTube канал, где вы постоянно публикуете видео по экстремальному виду спорта, вдруг вы загрузите видео с кошечками, собачками, или даже просто обычное видео не по экстремальному видео спорту. Очень важно определиться с тематикой вашего YouTube канала и поддерживать его. Можно создавать, конечно, несколько плейлистов разных и все же, чтобы желательно все темы ваших видео шли очень рядом. И кроме того, вы можете создать еще просто один YouTube канал отдельно, если вас интересуют экстремальные виды спорта и интересует кулинария. Вы можете создать отдельно себе YouTube канал по кулинарии, а отдельно канал по экстремальным видам спорта и параллельно их развивать и привлекать туда подписчиков. Окей. Идем с вами дальше. Идем с вами дальше. И сейчас мы в менеджере видео. Мероприятие в прямом эфире. У вас этой ссылки нет, если у вас меньше 100 подписчиков. Если у вас больше 100 подписчиков, то вы можете создавать здесь мероприятие в прямом эфире, причем транслировать мероприятие не только в HD-качестве, но и в HD-качестве, а также просматривать и планировать мероприятие на будущее, ну и ряд других мероприятий. Этот момент сейчас я трогать не буду, потому что здесь очень много других функций. Следующий момент – это плейлисты. Здесь отображаются все ваши плейлисты, которые вы создали. Вы можете их настраивать и изменять определенным образом. То есть вот список плейлистов. Допустим, у меня плейлист онлайн-обучение. Я могу нажать «Изменить». И здесь идет описание этого плейлиста. Я могу настроить доступ этого плейлиста. и могу добавить или удалить определенные видео в этот плейлист. Либо удалить этот плейлист. Так, идем дальше. Менеджер видео. Теги. Здесь отображаются самые популярные теги и вообще теги, которые вы добавляли для ваших видео и количества тегов. Авторские права. Раздел «Авторские права» сейчас загрузится. Авторские права. Значит, если вы загрузили видео, в котором присутствует контент, принадлежащий третьим лицам и поддержанный, защищенный авторскими правами. Например, в вашем видео присутствует музыка, которая принадлежит третьим лицам. Или в вашем видео присутствует видео, которое принадлежит третьим лицам. То вам будет, вот в «Авторские права» здесь перечислены эти видео. И вот, как видите, вам надо будет согласиться с тем, что в вашем видео присутствует контент, принадлежащий третьим лицам. Либо не согласиться. Но, опять же, если вы не соглашаетесь, ваша репутация канала может быть... Репутация вашего канала может быть намного хуже. Об этом чуть-чуть дальше я расскажу. Либо, если вы нарушаете авторские права, видео такое может быть удалено, либо вообще заблокирован и удален ваш непосредственно аккаунт. Все эти нюансы расписаны в условиях использования YouTube и принципах сообщества YouTube. Вы потом должны будете с этим ознакомиться, чтобы работать с вашим каналом. Ну, как видите, в трех моих видео присутствует контент, и здесь я подтвердил. Я подтверждаю, что в моем видео есть чужой контент. Я подтвердил, и такое видео, собственно, доступно для просмотра. Его не удалили. Оно может находиться на моем канале и быть общедоступным. Единственное ограничение в том, что в таких видео я не могу размещать рекламу. Не может размещаться реклама, потому что это не... ну, как бы не стопроцентно видео, которое принадлежит мне. В нем присутствует чужой контент. Пойдем дальше. Значит, история поиска. История поиска. Здесь отображается история поиска видео в YouTube. То есть вы можете просмотреть все, что вы искали, будучи зарегистрированным, ну, как-то, залогиненным, так сказать, в вашем YouTube аккаунте, да, и что вы искали в YouTube аккаунте. Вы можете здесь просмотреть историю. избранное. Ну, вы можете, когда видео просматриваете, добавлять его, либо вы просмотреть позже, в список, который вы просматриваете позже, либо добавлять видео в избранное. И это видео будет доступно для вас вот в этом разделе «Избранное». И раздел «Понравилось». Здесь отображаются все видео, которые вам понравились. То есть вы клацаете, допустим, вот под видео есть такой, как бы, рука вверх, да, или с пальцем вверх, или с пальцем вниз, то есть нравится, не нравится. Если вы клацаете «Нравится», то сразу видео это попадает к вам вот в этот раздел. Следующий очень важный момент это настройки вашего канала. Вот то, о чем я говорил. О репутации. Значит, если у вас плохая репутация, допустим, в вашем видео присутствует контент третьих лиц, и вы не подтверждаете о том, что у вас есть третьи лица, нарушаете, соответственно, определенные права, ваша репутация может быть нехорошей. То есть стоять здесь совершенно другое понятие. То есть, как видите, YouTube определяет, идентифицирует ваш канал по трем таким вот направлениям, ну, выставляет репутацию. Это принципы сообщества. Опять же, принципы сообщества YouTube. Ознакомитесь чуть позже. Нарушение авторских прав. О авторских правах тоже ознакомитесь отдельно. Что можно, что нельзя загружать на ваш канал. И жалобы, связанные с идентификацией контента. То есть, опять же, если в вашем видео присутствует контент, принадлежащий третьим лицам, и кто-то пожаловался на вас, то у вас может быть плохая репутация. Надо быстро исправляться. Если вы не предпринимаете никаких действий, ваш канал может быть удален. Либо видео. И функции. Здесь различные функции, которые вы можете включать, либо отключать. И точно так же показывается, как бы, репутация. Показывается, включена функция или нет. Монетизация. Вы можете показывать рекламу в своих видео. Если видео 100% принадлежит вам, и в нем нет контента третьих лиц, вы можете включить монетизацию. Ваш канал пройдет модерацию. И вы можете публиковать и зарабатывать на своих видео. Более подробно вы можете прочитать в разделах. Далее. Более длинное видео. Изначально, для тех каналов, которые не прошли проверку, можно было загружать видео длительностью не более 15 минут. Если вы подтвердите ваш YouTube-канал, а каким образом это делается, здесь тоже будет кнопочка. И вам надо будет подтвердить, что вы являетесь владельцем этого YouTube-канала посредством SMS-сообщения. То есть, когда вы подтверждаете ваш YouTube-канал, вам придет сообщение на ваш телефон с кодом, который вам надо будет ввести. На самом деле, об SMS-сообщениях более подробно и об двойной аутентификации мы разбирали с вами на вебинаре про gmail.com. Так что вы можете ознакомиться более подробно. Там внешние аннотации. То есть, показывают, что я могу использовать внешние аннотации. Пользовательские значки видео. То, о чем я вам говорил. То есть, загружать значки видео, чтобы это были не простые скриншоты, а какие-то ваши персонализированные, какие-то красивые, оформленные специально под видео значки, тоже здесь показываются. Апелляция Content ID позволяет оспорить отклоненные возражения службы идентификации контента. То есть, если YouTube определил, что в вашем видео присутствует контент третьих лиц и либо заблокировал видео, либо удалил видео, вы можете оспорить, подать апелляцию. Апелляцию возразить. Далее, частные личные видео. Позволяет использовать частные личные видео. И трансляции. Этот раздел, опять же, доступен будет, если у вас больше 100 подписчиков, для того, чтобы организовывать прямые трансляции в HD, Full HD и с использованием внешних программ. Раньше, кстати, не так давно этот показатель изменен. Раньше он был доступен только для тех, у кого 1000 подписчиков на канале. Сейчас же это доступно для тех, у кого 100 подписчиков на вашем канале. Идем быстро. Время, к сожалению, нас уже поджимает. Но я по максимуму попытаюсь раскрыть информацию по настройкам и аналитике. Ну а дальше уже будет дело за каждым. Самостоятельно разобрать. Настройки по умолчанию. Здесь вы можете выбрать и внести настройки по умолчанию у каждого загружаемого вашего видео. Вы можете автоматически, чтобы добавлялось в ваше новое, новое загружаемое видео определенное описание, название, лицензии, категория, которая присваивается для каждого вашего видео, теги также в автомате, чтобы добавлялись какие-то определенные. Ну и ряд других показателей. Опять же, сделать для каждого видео в отдельности общедоступным статистику или не общедоступным. Следующий очень важный момент – это размещение рекламы NVIDIA. Каким образом еще один из вариантов продвижения вашего YouTube канала и ваших видео? Во-первых, это фирменный водяной знак, который вы можете включить в каждое видео ваше. Что это за фирменный водяной знак? Когда человек просматривает или в поиске находит ваше видео и начинает его смотреть, вы настраиваете, чтобы в вашем видео отображался определенный значок. И если человек наведет на этот значок, он сможет подписаться на ваш канал либо перейти непосредственно на ваш канал. В каждом видео будет отображаться ваш логотип или значок, который вы загрузите. А также интересное видео. В каждом видео вы можете сделать таким образом, чтобы человек, когда просматривал какое-то видео, в определенный момент в этом видео показывался небольшой баннер, который предлагал бы зрителю просмотреть последний загруженный вами видео. Вот последнее добавленное. Таким образом вы переводите внимание вашего зрителя и стараетесь предложить ему что-то, ну то есть больше, чем просто это видео. Если человек смотрит видео с экстремальным видом спорта, там на велосипедах, а последнее загруженное видео было на роликах, то он увидит соответственно предложение. Просмотрите видео с роликами, например. Ну, я советую включить эти функции, чтобы и YouTube предлагает включить эти функции, чтобы как можно больше популяризовать ваш канал и ваше видео. И дальше раздел дополнительно. Это основные настройки. Опять же, ключевые слова канала вы можете настроить, выбрать страну вашего канала, рекламу. Вы можете разрешить показ рекламы рядом с вашим видео, либо запретить. Это не ваша реклама на самом деле, это реклама каких-то рекламодателей, которые подключены к системе AdWords компании Google. И на вашем видео просто будет... Вам с этого на самом деле, ну, как бы ничего не будет. Вы можете разрешить, можете не разрешить показ рекламы на вашем видео. Однако, если вы допущены к монетизации вашего канала и подключены к AdSense Google, если вы отключите и не разрешите показ рекламы, то ваша реклама тоже... Ну, то есть, надо определиться, хотите вы показывать или нет вашу рекламу. Вы можете связать ваш веб-сайт или блог с вашим YouTube-каналом, вписав вот здесь адрес вашего сайта. Рекомендации канала. То, о чем я вам говорил с правой стороны. Рекомендуемые каналы. Каналы, которые автоматически... Список, который автоматически генерирует YouTube и показывает каналы, похожие на ваш. Вы можете либо отображать канал в рекомендациях других каналов, либо не отображать. Если вы отмечаете галочку «Не отображать», в вашем правом углу... В общем, я лучше покажу еще раз. Если вы, значит, клацаете, что «Отображать мой канал», то с правой стороны, вот здесь вот, видите, написано «Популярные каналы на YouTube». Это автоматически то, что генерит, показывает YouTube. Показывают, либо если вы отключаете, «Не отображать канал» раздела не будет, и, соответственно, ваш канал тоже популяризоваться не будет. И число подписчиков. Вы можете настроить, чтобы либо показывать количество подписчиков вашего канала, либо не показывать. Если вы пользуетесь Google Аналитикой, ресурсом, вы можете вставить здесь и идентификатор аккаунта Google Аналитика. Однако в YouTube есть отдельная YouTube Аналитика, о которой мы очень быстро тоже пробежимся. Это, значит, дальше... Юра, можно вопрос вот один? Да. Я попробовал добавить сайт, связать. Вот, и он мне, значит, утвердите, что вы являетесь владельцем сайта, а дальше инструменты для веб-мастеров, увеличить частоту показов вашего сайта в результате поиска Google, совершенно бесплатно. Я должен потом пароль ввести свой. Вам надо на сайте, да. Значит, когда вы добавляете какой-то сайт и хотите связать его с вашим каналом YouTube, вам надо не просто указать ссылку на какой-то сайт, вам, как администратор, то есть вы показываете, этот сайт является моим, я хочу его связать с YouTube, соответственно, у вас есть определенные права как администратора вашего сайта, и вам надо проделать определенные действия, которые предлагает вам сам Google, то есть это либо вставка какого-то кода на вашу главную страницу вашего сайта, либо это настроить определенным образом, сделать определенные настройки в Google Webmaster, тоже ресурс Google. То есть надо проделать эти функции, и тогда вы покажете, что вы действительно являетесь владельцем вашего сайта и владельцем этого YouTube-канала, и тогда вы свяжете их между собой. Понятно, спасибо. Это в качестве безопасности делается, чтобы, ну, понятное дело, чтобы люди показывали те, что есть. Ну да. Значит, быстро проскочим по YouTube-аналитике. Здесь показывается аналитика просмотров ваших каналов, ваших видео, вашего канала, ваших видео, и вы можете подробно просмотреть, кто просматривал ваше видео, с каких устройств, с каких странах, ну и так далее, и тому подобное. Значит, обзор. Да, здесь, в общем, коротко как бы показываются графики, и подробно по каждому графику можно отдельно просмотреть. То есть, показывается эффективно, количество просмотров, приблизительное время просмотров, минутах, да. Вы можете выбрать, вы можете, значит, отдельно по каждому видео просмотреть статистику, либо вы можете просмотреть статистику общую по всему вашему каналу. Давайте мы с вами посмотрим статистику по какому-нибудь видео, по какому-то видео. Вы можете это либо в поиске там набрать, либо, допустим, вот вы заходите в менеджер видео и выбрать статистику какую-нибудь. Ну, например, посмотрим статистику по пятому вебинару. Как я вам говорил, с правой стороны, вот статистика просмотров, вы нажимаете на эту статистику и перенаправляетесь уже на YouTube-аналитику с YouTube-аналитику этого видео и просмотреть, где же просматривалось, как долго и так далее ваше видео. Ну, давайте быстро проскочим. Значит, за последнее вы можете выбрать здесь период просмотра вашего, период, в который вы хотите увидеть статистику. То есть, либо это за последние 30 дней, либо за последний месяц, июль, например, да, либо в этом месяце, август, за последние 7 дней, за год, указать диапазон, да, то есть это очень гибкая настройка, вы можете настроить тот период, который вам непосредственно интересен. Ну, так как это видео было всего лишь в прошлый четверг загружено, то вот период, да, как бы месяц нам вполне устраивает. Итак, просмотров. Всего было 75 просмотров, то есть views, то есть то, что я вам говорил, разница между просмотром и watch time. Значит, это количество просмотров views, это watch time, приблизительное время просмотра. И вам надо обращать внимание и стремиться к тому, чтобы watch time было как можно больше. То есть приблизительное время просмотра, вот 14 часов 43 минуты, это длительность, общая длительность просмотра пятого вебинара. Всего же просмотрел я 75 раз. Здесь информация по, сколько комментариев, сколько понравилось, сколько не понравилось, сколько поделилось этим видео, сколько из моих подписчиков просмотрели это видео. Ну, как видите, пока мисс 0 просмотрела. Количество добавлений в избранное, то есть кто-то это видео добавил в избранное, если же кто-то его удалил из избранного, то это я тоже видел. Демографические данные показываются. Значит, можно просмотреть, в каких регионах просматривали это видео. Ну, клацаем и смотрим. Значит, просматривали. Пятый вебинар смотрели в Украине, в России и в Соединенных Штатах. Ну, ниже чуть более подробно показывается. Да, Украина 55 просмотров, 738 минут просмотров. Россия, вот даже кто-то с Японии, США, Германии. Ну, тут вот показывается вся статистика. Вы можете просмотреть вашу аудиторию, кто является. Вы можете добавить другие показатели. То есть, другие показатели. Вы можете просмотреть, сколько людей понравилось, сколько не понравилось, сколько поделилось. Вот, допустим, клацаем поделилось, и появляется еще поделилось 5 человек. Поделилось 5 человек. Ну, и прочее. Эти все показатели настраиваются и очень-очень удобно. Помимо демографической аналитики, можно просмотреть места воспроизведения, где ваше видео воспроизводилось. То есть, это 48% просмотра видео это встроенный проигрыватель на других сайтах. То есть, это видео встроили на какой-то сторонний сайт, блог, и 48% просмотров как раз было на встроенных этих сайтах. А 45% просматривали видео непосредственно на YouTube. А также 6% просматривали на мобильных устройствах. Есть у меня некоторые видео, которые просматривались и даже на Smart TV. Вот, хоть у нас еще пока не популярное в Украине, но люди просматривали даже видео и на Smart TV. Источники трафика. Можно просмотреть, каким образом люди вышли на ваше видео. Либо это вот встроенный проигрыватель, мобильный прямой трафик, то есть, это непосредственно получили ссылку, зашли, увидели. Какие-то внешние веб-сайты, либо страница канала YouTube, да, либо YouTube другие какие-то функции, либо похожие видео. Вот, как видите, 2,7%. Кто-то смотрел, допустим, видео, не мое, а потом ему предложилось, ему было рекомендовано просмотреть это видео, как похожее на то, которое он уже смотрел. Ну, внешние веб-сайты, допустим, да, если вы клацаете, то вы можете увидеть, что 45% просмотров было на громадскому просторе, mail, google.com, кто-то просматривал через mail, кто-то на ниньи просматривал, кто-то благодаря поиску мог просмотреть. Вся эта статистика вы можете по каждому вашему видео или по вашему YouTube каналу в общем просмотреть. Откуда вы, кто просматривал и так далее. Ну, устройство, то, о чем я говорил, значит, компьютер 68%, 90% зрителей, это зрители именно через персональный компьютер. 4% просматривали видео на планшете. Кто-то просматривал даже на мобильном телефоне, ага, вот, то есть даже кто-то 1% 1% просматривал на TV, то есть возможно это Smart TV или используя приставки эти новые, которые позволяют подключать телевизор к интернету. Удержание аудитории. Насколько человек средняя длительность просмотра видео, то есть вы здесь можете посмотреть, значит, средняя длительность просмотра. Гонконг это, ну видите, средняя длительность просмотра 50, то есть практически полностью у вас вебинар просмотрели. Некоторые же люди, ну в Украине средняя длительность просмотра 13 минут, то есть человек зашел, посмотрел видео, вышел. в среднем люди из всех, из всего количества, ну то есть сколько людей просмотрели, да, там рассчитывается от приблизительного время просмотра, высчитывается средняя длительность просмотра, то есть в среднем человек просматривает 13 минут, просматривал 13 минут этот вебинар. Ну и вы можете просмотреть статистику по странам, по каждой стране в отдельности. по местоположению, а также по дате вы можете просмотреть. Какую дату, сколько просматривалось. И больше всего просматривалось 22.08. Это что у нас 22? Это как раз день загрузки видео, то о чем я говорил в начале, что максимум просмотров происходит именно во время загрузки вашего видео, то есть 22, прошлый четверг, это как раз этот вебинар был. Максимальное количество просмотров это во время появления этого видео. Ну, также вы можете просмотреть отчет у вас по вашей аудитории, а именно по подписчикам. Здесь показывается после того, как просмотрел это видео, кто-то подписался на мое видео или нет. Ну, как видно, после того, как человек просмотрел этот вебинар, никто не подписался. Сколько показывает, сколько видео понравилось, сколько добавило в фейворит, сколько комментариев добавилось и какие наиболее... Ну, вот Украина 15 комментариев добавила. В других странах никто комментариев не добавлял. График, соответственно, показывается на других сайтах, показывается. То есть, смотрите, на блогере поделился кто-то на блогере, кто-то в Google+, кто-то в Facebook, кто-то в Twitter. Здесь статистика показывается, на каких ресурсах ваше видео, вашем видео поделились. И аннотации. Если вы добавляли аннотации, то здесь показывается, переходил ли кто-то по вашим аннотациям или нет. Или нет. Времени у нас вообще не осталось. Мы уже перебрали его, так сказать. Значит, последний еще вот входящий есть такой момент. Вы здесь можете просмотреть в разделе входящий все комментарии, которые вам оставляли к вашим видео. И вы, соответственно, можете либо удалить комментарий, либо еще что-то с ним сделать. Возможно, личные сообщения, которые вам люди отправили. Видео от друзей. Опять же, комментарии. Ну, собственно, видеоотчеты какие-то, если есть видеоотчеты. здесь на этом останавливаться я не буду. Значит, в нашем личном кабинете, личном кабинете, я имею в виду, в нашем рабочем классе я оставлю еще ссылки для всех, кто учится в рамках нашего проекта. Очень интересные ссылки для, как бы так сказать, советы по безопасности в сети для родителей от Google и от Common Sense Media. Вы сможете посмотреть, ну, я советую посмотреть, если у вас есть дети и вы хотите обезопасить их от несанкционированных каких-то действий, то Google подготовил очень хорошие рекомендации, каким образом можно обезопасить своих детей. А также в рабочем классе я добавлю несколько ссылок, которые могут быть полезны для учителей. На YouTube тоже есть ряд ресурсов, которые именно предназначены для учителей, можно использовать их в своей работе, к сожалению, в основном они все на английском языке. Вот, к сожалению, это не все возможности YouTube, но за час двадцать физически просто невозможно рассказать обо всех возможностях. Поэтому на этом вебинар мы будем наш заканчивать. Возможно, есть у кого-то из тех, кто все-таки смог досмотреть до конца этот вебинар вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Алексей, Светлана, возможно, есть вопросы. Я хочу сказать столько информации, что уже вопросов просто нет. Надо в этом во всем потратить много времени разобраться шаг за шагом. Да, конечно. Вот и потом навероятно появятся, конечно, вопросы. К сожалению, да, то есть в том формате, в котором мы договорились, то есть я что-то говорю, что-то делать, ну, YouTube просто невозможно было это сделать, потому что очень много информации, которую я хотел бы вам дать и которая является очень важной на самом деле. Поэтому все, что остается, это вам только на домашнее задание, наверное, или как вы уже должны просмотреть все эти разделы, поклацать их и тогда, возможно, появятся вопросы какие-то. просмотреть и разочароваться. Почему разочароваться? Почему? Я очень много уже освоила, в принципе, даже без тренинга, то есть там очень много функций, всех можно освоить самостоятельно, и слава богу, что есть теория, техническая команда, когда можно обратиться с вопросом и получить ответ. Это самое главное. Спасибо, Юра. И опять же, напоминаю вам, спасибо, что были. Надо определиться, если вы хотите создать свой YouTube-канал, надо определиться, для чего вам он и что вы будете там публиковать. Исходя из этого, вы создаете уже определенный дизайн вашего канала, загружаете определенное видео, создаете персонализированные значки под каждое ваше видео, описание, ну и так далее, и тому подобное. Алексей, есть ли у вас вопросов? Тоже нет? Нет, все, я тоже так посмотрел, попробовал по ходу, посмотрел статистику по своим видео, что там и как. В принципе. А, у меня еще вопрос такой возник, то есть вот все программы, которые мы ведем авторские, они грузятся на YouTube-канал Ukraine Social Community, да? Да, да. Мы можем копировать их еще и на свои каналы, правильно? Да, да, без проблем, можно скачивать их и загружать на свой канал. На свой канал. Просто будет больше распространения, да? Да, да, конечно. Окей. Хорошо, тогда я напоминаю о том, что вы смотрели и будете смотреть в записи вебинар, посвященный работе и настройке вашему личному YouTube-каналу. В рамках онлайн-обучения, онлайн-тулсов, U-Media, Института развития креативных технологий масс-медиа по проекту Ukraine Social Community «Голос громады буду почутый», поддержанный фондом развития СМИ посольством США в Украине. Меня зовут Юрий Антощук, я являюсь техническим специалистом медиа-канала Ukraine Social Community, а также тренером этого онлайн-обучения, но и выпускником YouTube Creator Academy. По YouTube знаю очень много и рад буду помочь вам в дальнейшем. Спасибо всем и до встречи в следующий четверг. Спасибо Юре большое. Хорошего дня.